Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня традиционный для понедельника вебинар-стрим в нашем телеграм-канале, поэтому мы предложим несколько тем вам на выбор. Какую из них стоит обсудить, выбрать предстоит вам, друзья. Несколько тем, это три, соответственно, та, которая наберет больше всего голосов, сегодня станет центральной в ходе обсуждения, которая традиционно состоится в 16.00 по московскому времени. Найдите, друзья, пожалуйста, время, подключитесь к прямому эфиру, информации будет много в любом случае. И я практически уверен, что вы сможете почерпнуть что-нибудь для себя из фундаментального новостного фона, что поможет вам в принятии ваших торговых решений. Может быть, что-то вас убедит в плане аргументации, что-то напротив разуверит в правильности того или иного подхода. В общем, точно вы останетесь с базой, которая поможет вам в спекулятивном трейдинге. Ну что ж, в плане отчетов этой недели. Сразу крупным мазком, скажем, пройдемся по экономическому календарю. Вы знаете, я предлагаю на этой неделе сфокусироваться, как и на неделе прошлой, на перспективах рынка драгоценных металлов. Причем, не важно, что вам больше интересно, золото или серебро. В целом, у них тенденция восходящая, растущая и одинаковая. Поэтому можно разбирать новостной фон в контексте золота и сразу же накидывать его на серебро. Будет точно такой же подход. Также предлагаю сфокусироваться на рынке нефти и на том, что происходит с канадским долларом. Потому что на канадский доллар влияет как раз рынок нефти. Есть еще спекулятивный короткосрочный шорт по евро-доллару. Мы ранее обозначили потенциал снижения пары европейская валюта против доллара к отметке 1.1370-1.1380. И я взял за основу эту сделку по главному валютному риску на основании интереса, повышенного к доллару после выхода последних данных по инфляции и на основании того, что мы сейчас видим по индексу рыночных настроений, в частности по индикатору Кайма, который свидетельствует о том, что очень многие участники рынка считают, что европейская валюта уже достигла своего локального дна и дальше будет только восстанавливаться. Много раз, миллионы раз я уже рассказывал вам, что такое трейдинг против толпы. Когда все покупают, нужно продавать. Когда все продают, нужно покупать. В отношении пары евро-доллар, с учетом данных индикатора Кайма, сейчас хорошие условия, чтобы, по крайней мере, на короткосрок, на дистанцию в несколько предстоящих торговых сессий, попытать удачу в именно слабости главного валютного риска. Ну что ж, по поводу тех инструментов, которые я обозначил сейчас, за которыми мы будем следить. Рынок нефти 82 доллара за баррель. В целом, с конца прошлой недели ничего не изменилось. Ранее мы пришли к выводу, что если бы не локальный возросший интерес к доллару, если бы не мощное укрепление американской валюты, которое для индекса доллара было очень результативным, фактически 15-месячные, 16-месячные максимумы, рынок нефти котировался бы в районе 85 долларов за баррель, может быть, даже повыше. И мы по-прежнему бы с вами из сессии в сессию обсуждали прогнозы Бэнков, Америка, Сити, Голдман Сакс относительно того, что очень хороший потенциал бренда движения в районе 90 долларов за баррель. Этот сценарий остается приоритетом, остается основным, по крайней мере, для меня. Я верю в рынок нефти и считаю, что бренд и Дамбл Китя еще не достигли тех самых уровней, с которых можно было бы рассматривать такие же стратегические шорты. Что это за уровни? Есть, опять же, мнение, что это даже не 90 долларов за баррель, а выше. И тот фон в целом, который сейчас складывается от последнего решения ОПЕК относительно того, что не нужно увеличивать объем нефтедобычи, до текущей ситуации с постепенным, последовательным экономическим восстановлением, как ни крути, друзья. Да, мы все знаем о вот этих локальных вспышках, повторных вспышках инфекции ковида. Но в целом глобальный тренд на экономическое восстановление, он был взят. И многие индикаторы, которые сейчас описывают общее состояние ключевых экономик потребителей углеводородов, свидетельствуют о том, что спрос все-таки будет нарастать. Причем за этим спросом предложение не поступает. Ранее также приводил вам оценки многих инвестбанков, которые не меняются, в соответствии с которыми до конца этого года дефицит предложения может превысить 1 миллион баррелей. Плюс ко всему, я напоминаю, что ОПЕК на прошлой неделе понизила прогноз спроса на нефть больше, чем на 150 тысяч баррелей в сутки. Но из этого я предложил вам, мое мнение, возможно, кого-то такая точка зрения устроит, этот прогноз интерпретировать не как медвежий сигнал для рынка нефти, а как напротив бычий. Потому что в соответствии с такими ожиданиями ОПЕК, я думаю, что на следующем заседании участников энергетического пакта в начале декабря встреча пройдет. Точно не будут подняты вопросы относительно того, что стоит ли сейчас дополнительно нарастить объем нефти добычи. Я не вижу негативных факторов для рынка нефти, ну разве что какая-то глобальная, повторная заход уже на десятый круг эпидемии, связанный с ковидом, который вновь заставит страны вводить повторные ограничения и локдауны. Но сейчас я опять же все-таки считаю, что лучше оставаться оптимистом в отношении таких вопросов и думаю, что такой сценарий не реализуется. Поэтому по Brent смотрю вверх. Индекс доллара новых позиций не рекомендую пока открывать, по крайней мере до тех пор, пока не будет уточнена позиция Федрезерва относительно перспективы по процентной ставке. Потому что последние данные по инфляции, которые мы видели, это индекс потребительских цен в месячном выражении рост на 0,9. Основной годовой показатель скакнул на 6,4%. Базовая инфляция тоже существенно выросла, максимальное значение за последние 30 лет. И рост доллара, он был обусловлен тем, что участники рынка стали закладывать в динамику индекса американской валюты более раннее повышение процентной ставки самостоятельно, без каких-то намеков, комментариев от Федрезерва. И наше мнение инвесторов и трейдеров ничего не значит. Главное, что думает ФРС. Выступление Паула через неделю он прокомментирует последние цифры по инфляции. И если все-таки мы услышим в его комментариях, что ФРС дрогнул под таким натиском давления, и теперь американский регулятор готовится к тому, чтобы раньше дать рынку решение по ужесточению политики, тогда обсудим перспективы длинных позиций по доллару. Пока что нет. Золото 1857, цель 1900 остается прежней. Золото, серебро – это лучший хеджевый инструмент на фоне всех рисков. В данном случае мы говорим о серьезных инфляционных рисках. И на прошлой неделе я предложил вам идею относительно того, что золото и серебро нужно покупать в условиях повышенной инфляции, потому что это действительно классные инструменты сейчас, которые позволят вам застраховать дальнейшее обесценивание валют, обезопасить себя от дополнительных финансовых потерь, если вы считаете, что рост инфляции на этом не закончится. И дальше будут более высокие значения. Они будут, друзья, потому что проблемы с логистикой, с срывами цепочек поставок, с бешеным ростом заработных плат, потому что у работодателей нет другого выбора. Люди не идут на работу. Все эти проблемы останутся актуальны, поэтому инфляция достигнет новых максимумов. Американский фондовый рынок уже снова в одном шаге от обновления исторических максимумов. В целом, бычьи взгляды всегда были для фонды с моей точки зрения актуальными. Доллар-каналец. Жду снижения в районе отметки 1.23 на этой неделе. Данные по инфляции и по уроничным продажам. Инфляция в среду, уроничные продажи в пятницу. Эта статистика может повысить вероятность ужесточения политики в Канаде. И если еще и нефть подоспеет в плане развития бычьей динамики, тогда быть шарту по паре доллар-каналец. Евро против доллара. Слабые данные по промышленному производству. Вероятность того, что в Австрии будут введены ограничения. Может быть, такая же ситуация будет развиваться в Нидерландах и в Германии. Ну, посмотрим. Пока такие риски, связанные с ухудшением эпидемиологического фона, они сохраняют свою актуальность. Но главное, давление на евро оказывает локальная бодрость доллара. Поэтому паре евро-доллар ничего не стоит просесть еще на 50 с небольшим пунктом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok